Поздравляю всех нас с сегодняшним праздником, с праздником, с праздником, святой Богородицы. Очень сложно сказать что-либо о той, благодаря кому стало возможным воплощение самого Бога, сотворившего этот мир, о той, кто честнейший первин и славнейший без сравнения с Еафин, о той, которая, несмотря на величие всех сущностей, сотворенных Богом, стоящих рядом с Отцом и Своим Сыном. Всегда удивительно смотреть на икону Пресвятой Богородицы, где она держит на руках того, кто сотворил этот мир. Держит на руках того, кто держит всё мирозданно. Ну и смотря на её икону, читая её описание жизни, остро, уничтожающий остро, появляется осознание своего несоответствия тому, каким должен быть крестьянин. И, наверное, в наше время надеемся только на помощь Пресвятой Богородицы, надеемся на нахождение в церкви и просим её, чтобы в эти тяжёлые времена, когда праведность церковь на земле и вера занимает столь мало места, но, наверное, то, что так мало Бога, церкви и праведности над земле, и, наверное, последствия того, что мало веры и мало Бога во сердцах и сознании ненужных православных христиан. Поэтому, я думаю, надо нам прибегать к просьбу, Пресвятой Богородицы, чтобы Господь вошёл в наше сознание, вошёл в наше чувство, в сердце, укрепил нашу волю. И, наверное, через это и Богу станет больше в сердцах всех людей, живущих сегодня на земле. Ну, и, наверное, самый такой для нас удобный подвиг в эти времена, вероятно, приближающиеся к последним временам, это любовь к ближнему, любовь к церкви, любовь к Богу. Наверное, это от умножения к любви в нас и в ближнем, наверное, и будет зависеть тот подвиг, который мы можем сегодня пронести, потому что Господь сказал, что любовь к ближнему – это и есть исполнение законов. Поэтому всем нам я желаю, чтобы мы понимали и приобретали вот эту любовь. А началом приобретения любви является отказ от осуждений. Ещё никто не обрёл в любви, не отказавшись от осуждений. Поэтому хотелось бы, чтобы у нас было меньше осуждений, осуждений наших ближних, осуждений людей, осуждений Бога за то, что нам жизнь не нравится, чтобы мы понимали, что уничтожение осуждения открывает дверь к вхождению в любовь. Всех сегодня поздравленных, исповедовавшихся, причастившихся в этот праздник. Субтитры создавал DimaTorzok